Представители молодежного движения строительного холдинга «Дитан-2» прибыли в город Атомщиков. Свою акцию они приурочили к Дню России и пуску первого энергоблока Ленинградской АЭС-2. Привет, Десногорск! От Соснового Бора до Десногорска достаточно далеко. Когда ехали вообще? Хорошо, спокойно, компания веселая, с остановками, с весельем. Легко было на самом деле. Некоторые думали, что да, тяжело, хотя это у нас не самый большой перебег. До Оулу мы ездили, это Финляндия, практически север. Там было подольше, но, правда, там мы ездили с ночевкой в пути. А тут одним днем. Участники автопробега посетили музей истории Смоленской АЭС и интерактивный кабинет, где смогли познакомиться с нашей станцией и поучаствовать в викторине. Автопробег на объекты атомной отрасли стал уже традицией. За семь лет проведения молодые активисты Соснового Бора побывали на Игнолинской АЭС, строящихся станциях Финляндии и Беларуси, в Калининграде, Петрозаводске и на других площадках. Всего преодолено около 10 тысяч километров. В этом году объектом посещения стала Смоленская АЭС. Мы просто в курсе, что в ближайшем будущем, так же, как и у нас, у вас планируется сооружение замещающихся мощностей. И мы приехали посмотреть Смоленскую землю, как тут у вас, может, когда-нибудь после того, как мы построим Ленинградскую станцию, наши сотрудники приедут и к вам у вас еще построим. Сосновоборцы погуляли по Десногорску, посетили достопримечательности и берега нашего водохранилища. Почти все, приехавшие на Смоленскую землю, уже не первый год участвуют в подобных автопробегах. Регулярно, каждый год езжу по всем атомным станциям, смотрю, радуюсь, делюсь опытом. Также гости города не могли не посетить полномасштабный тренажер блочного щита управления, где они смогли почувствовать себя в роли операторов, поуправлять реактором и ощутить всю ответственность работы на станции. Пришли сюда на блочный щит управления ВТЦ, как на родное, поэтому все знакомо и чувствуешь себя действительно как дома и действительно как в единой команде. Конечной точкой визита стал музей поискового движения Десногорска. Директор Наталья Демьянова рассказала гостям о работе наших поисковых отрядов, об экспонатах времен Великой Отечественной войны, провела по залам, в которых бережно и кропотливо собрана история тех страшных лет. Участники автопробега остались под большим впечатлением от экскурсии по городу. Первый раз, хоть есть у нас своя атомная станция, свой учебный тренировочный центр, первый раз поуправлял реактором, забавно, очень интересно. Хотел ввести его в аварию, не получилось. Система меня скорректировала и предотвратила аварию. Нас привели в информационный центр ваш, и вот это, конечно, поразило нас к своему стыду. Хочу сказать, что у нас в нашем городе, который больше вашего в три раза, нет такого информационного центра. И, ну, все, есть к чему стремиться. Безумно, ну, без прикраса скажу, что очень интересно. Из Десногорска участники автопробега отправились в Смоленск. Завершится акция в Сосновом Бару 12 июня. Редактор субтитров А.Семкин